Каменные тесаки Затем вырезанные из стали заготовки направляются в печь с высокой температурой. Там лезвия закаляются при температуре 843 градуса по Цельсию в течение двух часов. Сталь становится более прочной. Из огня стальные заготовки отправляются в морозильник. Лезвия охлаждают в течение двух часов. Низкая температура достигается посредством жидкого азота. В результате получается сталь холодной закалки. Затем каждое лезвие поливает водой, пока ленточно-шлифовальный станок сглаживает тыльную поверхность лезвия. В процессе обточки сталь постоянно охлаждается водой, а шлифовальный станок обрабатывает тыльную сторону до еще более гладкого состояния. Теперь в дело вступает робот. У этой роботизированной руки имеются вакуумные захваты, которые словно присоски осьминога прикрепляются к лезвиям и переносят их к шлифовальному станку. Эта машина затачивает режущий край лезвия. Вода постоянно подается на лезвие, чтобы оно не нагревалось от трения. Роботизированная рука следит за процессом, пропуская лезвие через шлифовку каждые 12 секунд. Автоматизированный процесс для более крупного лезвия несколько отличается от предыдущего. Эта рука удерживает лезвие в захвате, а не присосками на протяжении всей операции. Это объясняется тем, что на заточку поварского ножа уходит больше времени. Рука удерживает нож на несколько секунд дольше. Если эта картина заставила вас понятничать, не волнуйтесь, робот не имеет привычки ронять ножи. Некоторые ножи требуют особого обращения. Например, вот этот, китайский нож для рубки овощей. Рабочие затачивают лезвие оточильный камень. Очень осторожно. Это делает лезвие очень тонким. Затем лазерный луч высекает на лезвие клеймо фирмы. Для изготовления рукоятки деревянный брусок помещается в зажим, после чего фрезерная ручная машина придает ему форму ручки. Конец лезвия вставляется в прорезь и закрепляется внутри рукоятки. Рабочий закрепляет нож в клепальном станке. Эти металлические предметы похожи на пули заклепки. Машина вгоняет заклепки в рукоятку с двух сторон. Две части заклепки плотно сцепляются между собой внутри, так что урожать их невозможно. Затем станок спиливает всю выступающую за пределы рукоятки сталь. В результате деревянная рукоятка и сталь становятся единым ценом. Эта часть лезвия, которая входит внутрь рукоятки, называется хвостом. Он придает ножу вес и устойчивое равновесие. В конце нож пропускают через два точильных колеса. Эта последняя операция делает край лезвия острым, как бритва. Эти ножи покажут, на что они способны на разделочной доске. Они сделают жизнь повара приятнее, а ваш обед вкуснее. Только следите за пальцами. Редактор субтитров А.Семкин